Вот. Но интересные вещи во второй книге. Когда я стал работать с нашими хрониками российскими, у меня встали вопросы, на которые я не мог ответить. И когда я на них ответил, то растерялся даже. Я просто растерялся, потому что ответы неоднозначные. Вот сейчас я вам задам вопросы, вы мне сами попробуйте ответить. Вот смотрите. 1223 год. Мы знаем, что в начале мая, 1-2-3 мая произошла битва на Калке. Битва на Калке с кем? Половецкая армия объединилась с русской армией. С русской армией объединилась. Русские князья собрали огромную армию, более 50 тысяч воинов, это страшная сила, и объединились с Половецкой против неких татаро-монголов, которые приперлись, откуда непонятно. Вот. И вот эта объединенная армия была этими татаро-монголами на голову разбита. Возникает сразу вопрос. А почему русские приперлись помогать Половцам? Ведь если бы это народ переселялся, целый народ, то пришла какая-то армия, просто армия пришла, без переселения, опасности не было. Ведь есть такая формула, враг моего врага, мой друг. Если Половцы были постоянными врагами Руси на юге, пришел какой-то народ вломить Половцам, так грубо говорю, да? Ну-ка это же хорошо, наоборот. Половцы-то ослабнут, перестанут махаться саблями, перестанут нападать, утихомериться. Надо, наоборот, приветствовать такого врага, который приперся, поддать Половцам хорошенько. А почему русские двинули туда армию, да и такую здоровую, полстотысячную, даже говорят, больше? Вопрос? На него ответа нет. Нет ответа. Ведь Половцы постоянно же тормошили Русь. Сколько было только походов? Четыре похода Владимира Мономаха на них было. И после него еще. Война-то, она же бесконечная была. А в чем дело? Почему помогать Половцам стали? Против кого? Теперь дальше. Интересный вопрос второй. Оказывается, татаро-монголы, так называемые, обращаются к киевскому князю Изяславу и просят его, не лезь в наше дело с Половцами. Половцы на данники наши. Мы пришли их наказать. Они ушли от нас. Они перестали подчиняться центру. Какому центру? Какие данники? Все же это в летописи есть. Я подумал, а кому они платили, Половцы, и от кого они ушли? Мы пришли их наказать. А вы не лезьте. Мы не с вами воюем. Однако князь Киевский собирает армию. Вопрос? Вопрос. Ответа нет. Третий вопрос. Еще интереснее. Перед битвой. Перед битвой накалки. Половцы собрали армию, русские собрали. Все объединили. Казалось бы, ну что, они должны победить. Вроде они все верили в победу. Но и те ребята, которые пришли откуда-то с Востока, тоже верили в себя. Хотя их было мало. Хотя их было всего 20 тысяч против огромной армии. Вот. Правда, еще подошло. Вот 10 тысяч Тахучар привел. Еще один полководец из Тартерии пришел. Вот. Ну 30 тысяч. Почти против сотни тысяч. Это разница большая в количестве воинов просто. Вот. Приходят на помощь некие, некие бродники. По летописи. Приводят их в Пласкине. Некие Пласкине. Кто такой? Князь Пласкине. Приводят Бродников. Бродников ни много, ни мало. 30-тысячная армия. Много их. Кто такие? Откуда? Что за народ? Нет. Это без ничего не объясняет. И интересно, что вот это ордынцы, да, так называемые, они отказываются от помощи Бродников. Говорят, вы не вступайте в битву. Вам не надо вступать. Вы сохраните свою армию. Мы пришли, мы уйдем. А вам придется бороться с половцами. И с русскими, которые тут останутся. Вам вообще придется с ними воевать. Поэтому свою армию сохраните. Мы как-нибудь сами победим. И они победили. Интересно. Да, победили. Они разгромили всю эту огромную армию. Половецкую и русскую, да? Но интересно, что получилось. Дальше вопрос. Вот вы такие эти бродники. Это вообще непонятно. Что за люди? История говорит, какие-то там броды охраняли. А может, они просто бродили по степям? Может, подобки кемерицев, скифов? Может, и сарматы были? То есть, местное население. Половцы-то пришельцы, были пришельцами Половцы. Значит, было местное население, которое было недовольным пришельцами. Но почему такое теплое, хорошее отношение у местного населения вот к тем, кто пришел из Сибири? Почему? Почему они пришли помогать именно вот этим, а не своим друзьям, Половцам? Вопрос. На него ответа нет. Дальше, значит, интересная деталь. Отпускают князей. Часть князей они положили, закрыли коврами, на них уселись и раздавили их всех этих. Вы, наверное, знаете по летописи. На них пировали сидели. И на киевском князе тоже. А других князей просто отпустили. Говорят, идите, восвоясь. Того же Даниила Галецкого, 18-летнего, отправили домой, дурака молодого. Отпустили этого Мстислава Удалова. Еще двух князей бояр кучу отпустили. Почему? На этот вопрос летопись не отвечает. А попробуйте сами сейчас ответить на этот вопрос. Подумайте, почему так получилось. Потому что это были не татары, а тартары, моголы. Но то, что это были не татары, это понятно. Это понятно. Но почему вот так киевский князь повел остальные князья, русские князья? Вот отсюда слышно, слышно люди правильно. Ребята, здесь все просто оказывается. Теперь я вам сейчас подсказку дам. Почему стоит в Ватикане памятник Владимиру Крестителю? Он не стоит в Константинополе, в Стамбуле, а в Ватикане. Почему у нас сейчас, мы до сих пор живем по календарю латинскому? А? По юлианскому календарю мы и сейчас живем. Ведь все это не константинопольские у нас, не греческие месяцы, а латинские. Я вам подсказку уже дал. Мы просто не знаем, нас просто за дураков держат. Россия была в то время, то есть элита России была окатоличена. Вот в чем дело. И Ватикан дал команду, команду русским князьям разгромить тех, кто пришел из Тартарии. Вот и все. Ответ простой. Когда я это узнал, мне мороз по коже пошел. Когда я начал проверять, я все это проверил. Все оказалось так. Понимаете? Вот интересно еще один вопрос, который тоже ответить на него нельзя. Да, кстати, в 2006 году собралась конференция наших историков, которые заявили, мы не можем больше преподавать историю, мы просто не знаем. Мы не можем больше врать, сколько можно. Дело в чем, после прихода татаро-монголов, так называемых, на Русь, начинается рассвет Руси. Строятся города, отстраиваются десятки новых храмов. Мощная торговля. Не хереет Русь, а добирает силу, огромную силу. Русь, наоборот, расцветает. Огромные, появляются новые города, дороги строятся. В чем дело? Памятники ставятся, крепости новые. И это все археологи находят и не могут понять. А историки говорят одно, а археология говорит совершенно другие вещи. Как так могло произойти? Все наоборот. Вот какая интересная картина. И вот сейчас наша наука не знает, что сказать на эту тему. Ответов-то нет. Но нет ответа. В чем дело? То есть получается, что придя к нам сюда, Орда воевала с кем? С христианскими общинами? Католическими общинами. А с народом-то не воевала. Потому что народ-то, она сама была ведийская. И народ был ведийской цивилизацией. Совершенно другой. А Эрита приняла католицизм. Вот их-то и перебили в первую очередь. А народ... Интересные вещи происходят. Вот смотрите. Я сейчас вам просто докажу. Вот простая вещь. 1250... Вернее, 1237 год. 1237 год. Это взяли, так называемые татаро-монголы, взяли Владимир, Суздаль, Ростов, Переславль. Не тронули. Почему-то не тронули. Ну ладно. Эти города они взяли, разрушили там до основания. Разорили Русь, северо-восточную могущественную битву на Сытье, на реке Сыть. Выиграли. Убили великого князя Георгия, да, Юрия. Там все войско полегло. И... А уже в 52-м году Андрей, этот Владимир Суздальский князь, со своим братом Всеволодым, Тверским князем, бросает вызов армии. Откуда люди взялись? Откуда могущество взялось? Вы понимаете, откуда армия взялась? Совсем прошло время-то ничего, да? Что? Откуда? И пришлось баты двинуть на северо-восточную Русь, не врюя, князя, своего полководца. Ну, не врюя, понимаете, переводится, не врущий, да? Придумали ему такое, не врюя. Такого названия, имени такого, ни у монголов, ни у татар нет. Это придумали уже летописцы, крестьяне. Очевидно, не трепачь бы, пост по-русски, не трепачь бы. Вот, не врюй, значит. И что он делает? Он приходит, разбивает эту армию, дребезги, но ни одна деревня не разрушена, ни один город не взят. Прошли, не обидев ни ребенка, ни женщину. Уничтожили мятежную армию и вернулись. Как вы на это смотрите? Это вы можете прочитать сами, для интереса. Берите, читайте, все это есть. И в интернете есть, и везде есть. Как это объяснить? Значит, объясняется просто. Никто не разорял, ни Владимир, ни Суздер, ни Переославль, ни Ростов. Я даже больше узнал. Оказывается, при Батыи вся северо-восточная Русь не платила Дании вообще никакой. Вообще не платила. Вот так. Я вам просто рассказываю про взаимодействие отношения Руси и Тартарии. Никаких монголов, естественно, не было. Никаких этих татар не было. Это была скифская, будем так сказать, сибирская скифия, которая вернулась на свои, так сказать, пришла на запад. Вот, и навела на Руси порядок. На Руси порядок в плане уничтожения католических вот этих общин. Вот и все. И в 1240 году Батый со своими полководцами четырьмя колоннами вторгся на территорию Западной Европы. Вот, опять же, зачем? Вопрос, что ему надо-то было? Он там не оставлял ни гарнизонов, ничего. Это ведь не шуточное дело, когда против него почти 100-тысячная армия короля Пелы выступила, а у самого Бату-хана было всего 30 тысяч воинов против 100 тысяч венгров. И битва при реке Шайо, он разгромил венгерскую армию полностью. Вот, при Лигнице Гедрих II был король Силезии, был разгромлен со второй армией Тевтонский рыцарь Лигли. То есть было более пяти крупных сражений, очень тяжелых сражений, и так называемые монголы разгромили всех. Против этой небольшой армии, которая вторглась в Европу, выступали огромные армии, гигантские, превосходящие их пять раз. Примерно в пять раз. Историки говорят, в пять раз. Но победили они, вот эти победили, кто пришел. Фактически весь потенциал, военный потенциал, который готовил Запад против Руси, Батый уничтожил. Вот этот весь потенциал, который готовил Запад против Руси, военный, все было уничтожено. Я все это нашел, все это есть, оказывается на поверхности. Вот как пример, вот с битвой на Калке, да. Все на поверхности. Читаешь, начинаешь просто правильно понимать, и все. Вот что произошло. Интересно, пришли эти вот, так называемые татары-монголы, пришли в Западную Европу, но не тронули. Великое литовское княжество, оно уже на пути было. А что вы трогаете? Свои же там. Там ведийская Русь, вторая. Литвинов-то было 10%, да и они тоже были ведийцы, там не было христиан. Я начинаю разбираться, а была ли Русь христиана вообще? Не было. Да не было, в том-то и дело. Ее в последний раз добили, знаете, когда? В 1666 году Никонианской реформы. Вот когда уже это сделали Романовой, уже кровью, залили кровью страну. И сделали этот, опять же, по указке Ватикана. И Петр Первый добил последних ведийских русских, кого смог. Но очень много осталось. Здесь, в Сибири, например. Здесь, в Сибири, например. Почему я так вам говорю? Смело и, так сказать, уверенно. Потому что мне самому посчастливилось посмотреть эти храмы. Я, правда, один храм всего видел. Но я видел капища. Не только я видел. Вот Виктор сидит. Он по моим книгам, когда стал изучать, где я ходил, нашел он эти капища, о которых я писал когда-то в первой книге. Он нашел там их и видел. Типа Атлантиды сделаны валы. В центре храм. Все это чисто русское. Это никакое там не селькубское. Сами понимаете, солярное все. Ну, мне... Ни Герборейские были, ни Атлантики, ни Атлантики. Нет, конечно.